В Туле открыли памятник равнопостольному великому князю Владимиру. Знаменательное событие состоялось в день престольного праздника храма, освященного в честь основателя государства российского и крестителя Руси и построенного к 70-летию Туламашзавода. Подробности в материале информационного отдела Тульской епархии. Имя священного, равноапостольного великого князя Владимира, увековечено в монастырях и церквах, освященных в его честь. В их числе и князь Владимирский храм в Туле. У стен которого состоялось торжественное открытие монумента в честь равноапостольного князя. После божественной литургии в день престольного праздника и крестного хода вокруг храма памятник князю Владимиру был освящен митрополитом Тульским и Ефремовским Алексеем. Поздравляю всех вас, братья и сестры. Как все душевно, как сегодня солнышко, так нежно и ясно, но тепло, светом своим живопоящим потешает нас с вами, как благодать Христова, на которой указывает образом слова и жизни своей. Правый апостольный князь Владимир будет нам дорога, желанна и сотворяющая в нас и с нами великое благостроение нашу личную, нашу семейную, нашу общественную и в целом международную жизнь на радость и счастье, во славу Божию и на радость всем людям. Могу заверить вас, что создание, реализацию этого памятника, те люди, которые с ним соприкасались, вложили частичку своей души, своего сердца. Честно скажу, мне он нравится. И самое главное, нечасто, но бывает у нас на Руси, что тем, кому бы памятники можно было и не ставить, стоит очень много. А тем, кому нужно ставить памятники, их не так уж много. Вот этот памятник в России, в России, во всяком случае, третий все. Появление памятника Владимиру Красное Солнышко в Туле стало возможным благодаря работникам Тулумаш-завода и прихожанам Владимирского храма, реализовавшим авторский проект скульптора Юрия Уваркина. Ну, был конкурс, я его выиграл, и просто хотелось сделать какую-то неординарную, не статичную вещь, а все-таки в движении какое-то, и перейти из рельефа в круглую скульптуру, то есть показать динамику. Разумеется, отражена вся атрибутика, не один день в библиотеке, ну, и смысловое содержание, хотелось бы отразить, вспоминается. Монумент вообще очень интересный, оригинальный тем, что он представляет собой горельеф, как бы выходящая фигура Руна-апостольного князя Владимира из гранитной стены. И, наверное, во многом, конечно же, он еще и имеет такое, наверное, внутреннее содержание под текстовку, поскольку действительно, как бы, две части, на две части делилась жизнь святого Руна-апостольного князя Владимира, это до принятия крещения, после принятия крещения. И вот как бы он выходит из тех язычных корней, но выходит уже с христианской символикой, как истинный христианин. Памятник Владимиру Крестителю – это символический знак победы христианской веры над язычеством, символ единения церкви и государства, дань уважения современных россиян основателю православного русского государства, создавшего государственную программу, основанную на христианской любви. Эту программу можно реализовать, когда каждый человек, по примеру святого Владимира, воплотит ее в самом себе. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, и Бог есть любовь.